добрый день как меня слышно кому слышно поставьте плюсик или два плюсика хорошо да слайды видны на экране первый слайд последний слайд а как последний слайд виден хорошо ну тогда сейчас подождем еще пару минуточек и начнем не так много нас но ничего тогда зато на большее количество вопросов смогу ответить большему количеству участников значит тема данного а семинара по просьбе моих пациентов это некоторые особенности питания с позиции традиционных медицина почему традиционных медицина потому что это наиболее интересное направление о которые чисто экспериментально проверили правильность своих идей своих положений как чисто экспериментально они проверили проверили в течение нескольких сотен и тысяч лет используя эти правила на большом количестве пациентов большом количестве здоровых людей эти правила подтвердили свою значимость свою эффективность на этом вебинаре я решил немножко продолжить научные работы льва гумилева известного такого ученого историка геолога который говорил что если одна модель или одно положение можно найти в разных источниках и они говорят об одном и том же то тогда можно думать что это положение не выдуманное не в голове а достаточно истинное и для разбора я взял два направления которые не связаны с собой эта традиционная китайская медицина и агреческая медицина которая нашла свое развитие на востоке в современном иране или так далее тогдашние персии и потом снова вернулась на запад уже вот такого гения медицины как ави ценна да эти медицины развивались параллельно они не были связаны близко друг с другом их положение концепции их языке различна но некоторые выводы которым они пришли выводы одинаковые и заслуживают поэтому уважение признания а тема очень небольшая обширная и я просто взял некоторые вещи которые мне кажутся интересными чтобы вам показать насколько в отношении питания близки вот эти концепции или две абсолютно разные медицины медицина греческая в лице ави ценна и традиционно китайская медицина которую изучаю уже больше десяти лет из тех источников которые я вот когда-либо читал изучал я тех учителей которые я изучал что мудро жизнь прожить и знать надо бы на немало два два правила запомни для начала ты лучше голодай чем что попало есть лучше будь один чем вместе с кем попало вот известный наш поэт жуковский вероятно традиция правильного и вот рационального питания уже была известна в россии в те времена и значительно раньше и наши предки наши соотечественники отдавали достаточно я думаю большое внимание уже тогда правильному питанию следующий слайд когда мы говорим о правильном питании то я веду в первую очередь ежедневное питание которое не относится к праздникам праздники это царство психики которая должна получать весь комфорт это с позиции традиционной китайской медицины и с позиции этой медицины самое важное это ежедневное питание именно ежедневное питание формируется здоровье именно от ежедневного питания от правильного ежедневного питания зависит будет человек болеть или не будет человек болеть а в то время в китае когда были проблемы с питанием и когда закладывалась традиционной китайской медицины и развивалась в течение длительного времени тогда вопрос питания питание некачественными продуктами занимала ведущее место и как причина заболевания рассматривалась на первом месте но также уделялось внимание и психики поэтому в празднике говорили что можно есть все что угодно главное отдать должное психическому или эмоциональному состоянию человека и уже тогда знали вот да о психо эмоциональных проблемах как причиной как причиной заболеваний это с позиции традиционной китайской медицины вот да легендарно я бы сказала авиценна родился 980 году около бухары это современная ирана в государстве где было ислама наследие персии и был на самом деле легендарный человек человек если вот вспомнить его жизни то в 17 лет он уже получил полное образование по медицине по философии знал математику и много много чего и уже тогда отличался великолепными результатами в лечении пациентов и уже в 17 лет стало лечить халифов и других высокопоставленных чиновников интересно что именно в то время восток сохранила традицию греческую греческой медицины аристотеля которые в те времена уже на западе забыли и запад погряз в мрачном таком историческом периоде а когда мы читаем источники понятия медицины уже куда-то уходила философия была забыта гигиена и эпидемиология вот даже не упоминались грязь жестокие нравы жестокие обычаи и жестокое время и греческая медицина сохранилась как раз тогда на востоке и получила дальнейшее развитие в лице таких гениальных медиков как Авиценна для примера можно сказать что его канон врачебной науки в течение нескольких столетий было энциклопедией западной медицины вплоть до 17 века и когда появились первые книгопечатные машины то он был издан тиражом превышающих библию это говорит о том что огромный интерес был к этому специалисту этот специалист очень много посвятил своего творчества как раз изучение питания и рекомендации по питанию в интернете есть главы из канона врачебной науки почитайте очень очень интересно и очень познавательно вот да китайская традиционная медицина большое внимание уделяет продуктам которые должны быть выращены в местности где человек проживает почему потому что продукты выращенные в этой местности будут приспосабливать организм человека климатическим условиям данной местности если человек живет в жарком климате то они будут приспосабливать его к жаркому климату если человек живет в влаге значит будут приспосабливать к избытку влаги а китайцы были крайне рациональные мыслители крайне рациональные медики и крайне рациональные люди Они считали, что у человека есть наследственная энергия, наследственная энергия может только расходоваться, она не пополняется, она смешивается с энергией воздуха, с энергией пищи. И когда эта энергия израсходуется, человек умирает. И чтобы меньше расходовать эту энергию, они обращали на законы природы и старались следовать этим законам природы. Продукты, выращенные в данной местности, они более рационально и с меньшими затратами приспосабливают человека к условиям внешней среды. Меньше человек использует этой наследственной непополнимой энергии, истратив которой он умирает. Как рассматривали пищеварение медики традиционной китайской медицины? Большой котел, в котором варится пища. Эта варка находится на уровне желудка. В желудке есть огонь, в желудке есть вода, и из желудка поступают продукты питания, которые перевариваются. Для того, чтобы тратилось меньше огня, чтобы пищу надо было меньше разогревать за счет резервов организма, часть из которых невосполнима, они считали, что надо пищу подогревать, варить, обрабатывать термически. Если этого не делать, то кто это будет делать? Это будет делать сам организм. За счет чего? За счет той энергии, которая наследственная в том числе. Конечно, там есть энергия воды, воздуха, пищи, но частично будет эта энергия. Стоит этого делать? Нет, они говорили, не стоит, это глупо, это нерационально. Зачем уменьшать количество приобретенной и наследственной энергии? И поэтому они рассматривали как варку. И в этой варке, если пища будет обработана до того, как она поступит в желудок, то это будет наиболее рационально. В традиционной китайской медицине большое внимание уделялось пережевыванию пищи. Считалось, что пережевывание пищи готовит желудок к тому, чтобы он смог принять пищу. А то, что пища максимально должна разложиться в ротовой полости, да, и когда к древнему специалисту-медику приходил пациент, первым он делал, что он спрашивал его, как ты пережевываешь пищу. Если ты пережевываешь пищу плохо, в терапиях, да, он мог отказать ему в лечении, и говорил, иди домой, учись пережевывать пищу, и когда ты научишься пережевывать пищу, то приходи ко мне. Сейчас мы хорошо понимаем, что позиция традиционной медицины, желудок, который участвует в пережевывании пищи, который реагирует на пережевывание пищи, также он пережевывает эмоции. Эмоции выходят на первый план при современных нарушениях, и если человек хорошо пережевывает пищу, то он хорошо умеет пережевывать и эмоции. И причинно-следственные связи здесь идут вместе, и как бы не разделяются. Этому требованию, этому параметру в традиционной китайской медицине уделяли особое и очень значимое положение. Что писал об этом Авиценна? Авиценна? Да. 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 А здесь немножко другая фраза, не та, которую я хотел увидеть. Авиценна большое внимание уделял тому, чтобы пища не пережевывалась слишком долго. Он считал, что длительное пережевывание пищи способствует тому, что пищевой окомок не всегда сможет быть использован. Вернее, не пережевывание пищи, а длительная еда. Он считал, что достаточно вредна, потому что, приняв один раз один вид продукта, через недлительное время, если принимать абсолютно другой вид продукта, который требует другой скорости переваривания, это может быть достаточно вредно для организма и быть причиной различных заболеваний. К сожалению, эту фразу почему-то здесь не попало, но она приблизительно звучит так. Отношение к напиткам в традиционной китайской медицине. Считаю, что напитки необходимы в желудку для варки и употреблять в небольших количествах во время или после приема пищи. Не рекомендуется до еды, а так как необходимо подготовить о пищу желудочным соком, различными ферментами. Если мы пьем жидкости до приема пищи, то мы разбавляем желудочный сок различные ферменты водой, и это нерационально. Организм будет хуже переваривать, и поэтому приемы о пище только во время или вскоре после еды. Это, конечно, отличается от тех концепций, которые современная медицина предлагает, или различные оздоровительные практики, когда надо за полчаса, за час употреблять воду, употреблять ее натощах и так далее. Как к этому относиться? Здесь уже выбор за вами стоит. Или вы ориентируетесь на опыт, который проверен на миллионах людей, или вы ориентируетесь на те модели, о которых изобретают каждый день по несколько видов, не удосуживаясь проверять даже на практике. Любая модель с позиции науки должна быть проверена на практике в течение какого-то отрезка времени и на большом количестве людей. Мне более ближе и те старые модели, о которых мы сейчас говорим. Во время приема пищи эмоциональное состояние человека очень важно. И на это уделял внимание как авиационная, так и традиционная китайская медицина. Когда я говорю о авиационной, я подразумеваю греческую медицину. А, кстати, где сохранилась сейчас греческая медицина? Сохранилась в виде уйгурской медицины в одной из провинций Китая. Вот такой парадокс. Часто говорят, что чтобы изучать восточную медицину, надо родиться на востоке. Чтобы изучать западную медицину, надо родиться на западе. Все это ерунда. И абсолютно беспочвенно. Западная медицина сохранилась на востоке. Восточная медицина сейчас великолепно развивается и уже обогнала в своем развитии на западе и в Америке, в современной Китае. Открыло много того, что в Китае забыли. Открыло много того, что во времена Мао Цзэдуна в Китае было запрятано в концлагеря и уничтожено. Поэтому такие пертурбации существовали и существуют. И разные традиции могут сохраниться в абсолютно разных местах и доступны в своих фундаментальных положениях абсолютно всем. Самая мощная диетология традиционной китайской медицины, которую я знаю, сейчас она развивается великолепно в Германии как отдельная специальность и имеет достаточно интересные результаты. Самая мощная иглотерапия, которую я знаю, сейчас развивается в Голландии и связанная с тем, что во времена Мао Цзэдуна иглотерапия китайская была запрещена и потеряла свои корни, потеряла свой фундамент. Значит, вот что пишут по этому поводу Авиценна, подавленное душинное состояние, а также тяжкие телесные движения препятствуют пищеварению. Дедмана, это один из лидеров традиционной китайской медицины на Западе, общепризнанный лидер его учебники служат для специалистов по традиционной китайской медицине и по иглотерапии. Такой основой он пишет, если гнев проявляется во время или после еды, это повреждает желудок и селезенку. С позиции традиционной китайской медицины желудок и селезенка два важных органа, которые необходимы для того, чтобы пища могла на энергетическом уровне усваиваться человеком. время приема о пище. А здесь ситуация приблизительно одинаковая во многих традициях. Во многих традициях я был в одном индийском ашраме, в котором готовили специалистов по аюрведе. Это такой закрытый ашрам, где пять тысяч студентов из семей, которые в традиции из поколения в поколение занимались аюрведой. И мы просыпались где-то в полупятого, в шесть часов у нас был завтрак и где-то в двенадцать полуперого был обед, ужин там был не предусмотрен. То есть такое питание. Вот, а сколько раз окушать? А весенна упоминает, что можно кушать один раз, вот, можно кушать два, два раза в день. Вам во многих традициях обращают внимание на количество приема пищи и на объем пищи, которую принимать надо за раз. Если мы берем нашу поговорку, которая в российской традиции завтрак съешь сам, обед поделись с другом, ужин отдай врагу. Также примерно во французской поговорке, которая звучит следующим образом. Завтрак ешь как король, обедай как принц и ужинай как нищий. То есть приблизительно одна и та же традиция. Завтрак максимальный прием пищи, обед незначительный прием, менее значительный прием пищи и ужин практически или пища отсутствует или малый прием пищи. свежесть продуктов в традиционной китайской медицине очень большое внимание давали то, что продукт должен быть свежим. Именно в нем сохранилась джинг или та энергия или тот субстрат, который наиболее благоприятен для человека. Этот субстрат несет достаточно правильную, хорошую, качественную энергию и продлевает жизнь человека и является залогом его здоровья. А как почувствовать этот субстрат есть в продукте или нет в продукте? это то, что мы уже наверное при современном питании забыли, забываем и не все дети это понимают или знают. Это аромат продукта. Если вы берете яблоко и принюхиваетесь к нему, то вы чувствуете его аромат. Да, кстати, это сохранилось еще на востоке. Если вы на рынке покупаете дыню, покупаете узбекскую дыню, то продаясь как правило говорит вам понюхайте какой аромат дыни. Если она качественная, то вы почувствуете очень приятный и очень четкий аромат. Большое внимание в традиционной китайской медицине уделяли вкусам. Вкус определяет качество продукта, насколько это качество продукта подходит к качеству человека в зависимости от того, как он живет, что он делает, в зависимости от его наследственности и так далее. Вкусы управляют формой, то есть они управляют нашей анатомией и нашей физиологией. Для традиционной медицины есть энергия, есть форма. Форма проявления энергии. Традиционная медицина знала и анатомию и физиологию, но она не изучила ее. Она говорила, зачем это делать, если форма определяется энергией, то есть анатомия и физиология определяется надо разбираться с энергией, разбираться в ее проблемах, найти причины повреждения. И вкусы во многом являются причиной заболеваний, если их много или их недостаточно. То есть, предположим, для того, чтобы человек мог совершать многомышечные работы, он должен есть продукты, в которых есть вкус соленый и кислый. Если он не будет получать эти продукты, то мышечная ткань не будет получать энергию из питания, и тогда он будет истощаться и может заболеть. Если человек употребляет много соленой пищи, то, как пишут источники, у него многое может возникать, заболевания крови. Заболевания в крови, которые мы видим как проявление гипертонической болезни. И первое, что при гипертонической болезни отменяют избыток соли. Если мы берем и смотрим рекомендации ВОЗ, которые почему-то современная медицина старается выбросить на помойку, то они пишут, что 75% повышенного давления нормализуется с позиции правильного питания. И еще 75% с устранением гиподинамии. Но где вы увидите сейчас специалистов, которые будут с вами, не с вами, а с теми, у кого есть повышенное давление, заниматься питанием или гиподинамией? На всю жизнь. Гипотензивные препараты и пошло-поехало. Но причина может быть как раз в неправильном питании. А причина-то не устраняется. Причина остается. И давление, которое компенсирует, как-то помогает организму избавиться от этой причины, она убирается с помощью таблеток. Это, конечно, очень-очень плохо. Об этом пишет традиционная китайская медицина, что с осторожностью продукты, напичканные жидкостью, и жирные продукты. Селезенка, а селезенка – это один из основных органов. Это не та селезенка, которая отвечает за кроветворение и показана здесь на рисунке. Это целая система. Это одна из самых важных систем, чтобы пища могла усваиваться. Усваиваться не по килокалориям. В традиционных медицинах килокалории мало имели значения. А именно та энергия, которая есть в продукте, она могла бы перейти в энергию организма и пойти в мышцы, и двигать кровь. Традиционная медицина считает, что форма или материя вторичны по отношению к энергии. И все питание направлено в первую очередь на излечение этой энергии. Да, и жирные продукты как раз опасны тем, что они убивают селезенку, влияют на нее. Если будет наружное движение ци кровью вверх, то пойдут застои, а застои дадут заболевания. Можно лечить вследствие этих заболеваний, ну а можно попробовать выйти на причину. А причина может быть неправильное, несбалансированное питание. На этом слайде изображена схема из системы УСИН или системы пяти превращения. Иногда ее неправильно называют как система пяти элементов. Да, а каждый элемент часто соответствует временам года. И у дикой традиции нашла возможность выявить, как эти элементы, как эти превращения взаимодействуют друг с другом. Все сезоны, они вкладываются в систему УСИН и продукты, а также можно разбивать по этой системе УСИН. Если мы возьмем, предположим, здесь я показываю стрелочкой элемент дерева, то ему соответствует кислый вкус. Элемент дерева соответствует весне и весной для того, чтобы человек правильно развивался, чтобы он хорошо мог приспособиться к окружающей среде, чтобы у него не было аллергических проявлений, не было аллергических заболеваний, он должен питаться тем, что организм требует. Организм требует продукты с кислым вкусом и соленым вкусом. Организм требует продукты животного происхождения, организм требует свежие фрукты и так далее. А летом переходим в фазу элемента или превращения огонь. Огню соответствует горький вкус. Это зеленые овощи. А максимум продуктов-то. И летом максимальное такое рациональное питание, чтобы человек рационально использовал пищу, и пища шла во благо, а не во вред, то 70% продуктов должно относиться к элементу огонь и предшествующему элементу, элементу дерева. Элементу дерева. Да, вот о том же самом пишет и Авиценна. Абсолютно то же самое, хотя систему УСИН они не знали, они не разрабатывали эту систему. У них были элементы абсолютно другие, непохожие. Но он абсолютно о том же говорит. Зимой следует есть фактически горячую пищу, а летом холодную или теплую. Горячую, холодную, чтобы нельзя было терпеть. Зимой не следует принимать малую питательную пищу, вроде овощи, а надо есть более питательные злаки, а также более плотную пищу, а летом наоборот. Зима. Посмотрите, зима у нас находится здесь. Зимой мы должны есть 70% пищи, которая относится к элементу вода и к элементу металла. А это какая пища? Соленая, острый вкус относится. Сюда же относятся и питательные злаки, и более плотная пища – это животный белок и растительный белок. Да, а система УСИН и качество продуктов очень-очень интересная. И вот, да, ей можно посвятить не один час обсуждения рассказа. Да, очень неплохо в этой системе продвинулись немцы. Даже вот есть целое направление, которое называется «Питание по системе УСИНа». В интернете вы найдете книги, немецкий диетолог Барбара Теммели прекрасной книги написала «Питание по системе пяти элементов». И вот, да, система, в которой можно обсуждать не один час и не один день. Самостоятельно разобраться словно, самостоятельно разобраться. Но, да, если будете знать просто о существовании этой системе, то будет хорошо. Да, эта система существует во всех традициях. Берем мы русскую традицию, она полностью входит в эту систему. Абсолютно входит в эту систему. Когда на Руси ели мясо, когда забивали скот. Вот, когда забивали скот, забивали скот осенью. Когда ели до мяса, до лета, до лета, вот осень, зима, до весны даже ели, до весны. Вот мясные продукты, а хорошо есть зимой, которая начинается уже в ноябре месяце и заканчивается в начале, да, и заканчивается в конце января. И хорошо есть весной, которая начинается в феврале и заканчивается в конце мая. В конце зима и весна можно есть вот много, да, продуктов животного происхождения. Это было в традиции на Руси и во многих, во многих традициях, где было вот о сельское хозяйство ведущим. Да, вопросы по поводу молока. А к молоку, вот отношение, да, непривычное с позиции традиционной медицины. К молоку очень осторожно относились в Китае и считали его только лечебным средством. Когда мы говорим о коровьем молоке, молоко, коровье, да, плохо усваивается, оно охлаждает, оно несёт много влаги. Поэтому в традиционной китайской медицине молоко рассматривают только как лечебное средство. Но можно сказать, что, посмотрите, что в современном Китае происходит, что пьют много молока, да, в современном Китае также происходит сдвиг, вот-вот, да, в бизнес-структуры, сдвиг, который определяют производители молока, и во многом это во вред для здоровья. Вот известный гомеопод-доктор Син, да, он не только говорил, но он показал на своих исследованиях, при своих экспериментальных исследованиях, что белок молока в любом виде не усваивается вот организмом взрослого человека, и в том числе плохо усваивается ребенком. Он говорил, что молоко о коровы предназначено только для телёнков. Лучше усваивается о козье молоко и другие виды молока, но коровье молоко усваивается очень-очень плохо. Да, вот это касается и простокваши, и кефира, и того же самого сыра. Да, вот, да, дети, у которых частые простудные заболевания, аденоиды, которые болеют танзелитом, синуситами, атитами. Первое, что надо сделать, это исключить молочные продукты. И мои французские учителя говорили, что они многих детей вылечили от этих заболеваний. Именно одной рекомендацией – это исключить молочные продукты. Молочный шоколад, кофе и чай с молоком, по мнению моих французских учителей, это яд. Почему? А кофе запускает работу селезенки, чай запускает работу селезенки, молоко блокирует работу селезенки. И две команды, которые несет этот продукт, чай или кофе с молоком, для организма это для него сумасшествие, это для него яд. Консервы. Это большая ловушка, собирает в одно время года, идет в другое время года. Так мне говорили мои учителя по традиционной китайской медицине, и оговорили, что продукты, консервированные летом, они могут охлаждать организм. Если их принимать зимой, когда организм требует, чтобы его согревали, то это будет наносить вред организму. Продукты, собранные в другом месте, предположим, продукты, собранные, яблоки собранные в Африке, которые адаптируются к жаре. Если они будут использоваться в приеме пищи где-то на севере Сибири, они будут организм охлаждать. А зимой в Сибири, что надо делать? Надо согревать, согревать. Пускай это нюансы, но все наше питание, все наши жизни именно складываются из таких небольших нюансов, и когда их набирается много, организм уже не может этим нюансов приспосабливаться, адаптироваться к этим нюансам. Вот тогда возникают проблемы, возникают заболевания. Так, да, пока не вижу никаких вопросов, значит, буду продолжать. Да, задавайте вопросы, я периодически буду возвращаться, смотреть, какие есть вопросы, чтобы можно было бы опойти. Дальше, учитывая ваши вопросы и пожелания, не стесняйтесь, я люблю, когда задают вопросы. Микроволновка убивает энергию из позиции традиционной медицины, это ужас и кошмар. Да, о цели пищеварения, о цели питания, это извлечь энергию ЦИ из продуктов питания или с позиции греческой медицины, извлечь эфир из продуктов питания, чтобы эфир поступил, и чтобы этот эфир, извлеченный, пошел на построение формы, то есть построение крови и питания всего организма, микроволновка полностью убивает. Самое парадоксальное, что микроволновка была изобретена где? В Советском Союзе. Вот, была изобретена и была запрещена для использования из-за своего вредного воздействия на организм. По-моему, это где-то были 50-60-е годы. Она была не пущена в серийное производство, так как вредно влияла на организм. Но бизнес есть бизнес, бизнес раскрутил микроволновки, бизнес может объяснить все, что угодно, бизнес может завести людей, а бизнес может любую ценность превратить в грязь, а любую грязь превратить в алмаз или в ценность. Поэтому, вот, да, с позиции питания, правильное питание, микроволновка – это ужас. Вот, да, мои учителя говорили, что на системе УСИН кислый вкус или, ну, да, вкус апельсина или других продуктов с кислым вкусом, вот, увеличивает, да, элемент дерева. А элемент дерева блокирует или подавляет в цикле ИК или в цикле подавления функцию желудка. И поэтому самое худшее, что можно придумать – выпить апельсиновый сок утром натощах, чтобы подавить функцию желудка. Да, и он усиливает функцию желчного пузыря, а желчный пузырь подавляет функцию желудка и селезенки, и очень сильно подавляет. Количество пищи и переедания – да, то есть это один из таких факторов, о которых очень много и вот достаточно подробно описал. В своих работах Авиценна, и он писал, что перенасыщение – это один из факторов многих-многих заболеваний. Традиционно китайская медицина также считала, что переедание является причиной многих заболеваний, потому что избыток пищи, он забирает дополнительную энергию, ту энергию, которая может не восполняться. Эта пища не нужна организму, и самое страшное – то, что переедание вызывает стагнации или застой. Застой чего? Застой крови. Где застой крови? Где угодно. Где угодно. Работая остеопата, мы видим, что огромное количество причин проблем на позвоночнике является следствием застоя в органах брюшной полости. Но этот застой не определяется ни болями, он определяется только руками остеопата. И убирая эти застой, мы многим-многим пациентам помогаем с их проблемами в спине. Поэтому в остеопатии мы говорим, что в позвоночнике не бывает самостоятельных причин. Не надо кидаться на позвоночник и устранять какие-то боли. Надо, ориентироваясь на эти боли, найти причину и попробовать её восстановить. И питание как раз одна из причин огромного количества повреждений на позвоночнике, которые проявляются именно болями. И к неврологу надо идти, не на компьютер, а к диетологам, которые бы в концепциях традиционных медиций смогли бы изменить ваше питание и нормализовать, и устранить эти боли. Это будет чуть дольше, это будет более хлопотно, но это будет более правильно и более честно по отношению к своему организму. Здесь цитата Авиценна, да, почитайте её и посмотрите, как он пишет. Но ещё раз говорю, что все эти изречения можно найти сейчас в интернете в работах гения Авиценна, который продолжил работы Галена, Гиппократа, Аристотеля. И вообще был выдающийся человек, изучал физику, изучал математику, астрономию, ботанику. Ботаники даже за его вклад в открытие законов назвали некоторые растения его именем. Иногда мне пациенты говорят, что надо есть по аппетиту, это самое правильное питание, если организм требует, то он покажет. Это верно, но это было верно раньше, это верно по отношению к ребёнку. По отношению к взрослому человеку, у которого нормальный натуральный аппетит уже полностью не актуален, его не существует. Да, это мнение неправильно. Представьте себе семью, где родился ребёнок, которому по его физиологии, по его конституции мясные продукты не подходят. Но он родился в семье, где эта пища принята. Я такие случаи видел. Мама ест, бабушка будет кормить и втюхивать ему мясные продукты. И через какое-то время возникнет привычка, и эта привычка будет его заставлять и хотеть есть уже мясные продукты. И он всю жизнь будет есть мясные продукты, хотя его конституции это будет не положено. Его конституция будет не хотеть этих мясных продуктов. Мясные продукты будут ему давать вред и будут вызывать повреждения. А аппетит ему не подскажет, как правильно выйти, потому что привычка была развита в детстве, когда он не имел права на то, что я могу, я хочу есть. И уже натурального такого аппетита у взрослых практически не существует. Кроме этого, появился бич. Это ароматизаторы. Ароматизаторы разогревают, ароматизаторы направлены на то, чтобы разогреть аппетит. И я как-то сделал эксперимент. Я хожу в бассейн. Вот когда я купил пару раз после бассейна сок в пакетах, и после этого сока я хотел есть. У нас около бассейна магазин, где есть возможность приобрести свежевыжатый такой же сок, апельсиновый сок. Он охлаждает, и после бассейна достаточно неплохо его выпить. И я пил, и у меня уходила жажда, и не было никакого желания есть. Наоборот-то у меня аппетит прерывался. Я не хотел есть-то. Я подумал, что же мы пьем в этих пакетиках, в этих бутылочках под названием сок. И что из нас делают, и во что нас превращают производители продуктов, пичкают нас ароматизаторами. То же самое и пиво. Пиво – великолепный напиток, но только в своё время, в своём месте. Если вы попьёте деревенское пиво, то вы увидите, что его много не выпить, и оно, наоборот, охлаждает, и не даёт такой неимоверный аппетит, который даёт пиво, выпускаемое в современном обществе. Люди толстеют не из-за пива, они толстеют от того, что пиво заставляет много-много есть. Всё это благодаря, в том числе, и ароматизаторам. Огромное внимание в традиционных медицинах уделялось свойствам пищи холодная, тёплая пища. Об этом пишет Авиценна, что пища по натуре бывает горячая, тёплая, прохладная, холодная. И о том, что приём о пище по качествам холодной и тому подобное должен приниматься в зависимости от сезона, когда тепло или жарко пиво, пища должна охлаждать, а когда холодно, наоборот. Ну и согласно Конституции, человек, который пережил много эмоций, у него в теле много огня, пульс у него чистит, пульс на поверхности, а кожа краснеет. Этот огонь надо уводить. Но в этом случае категорически нельзя выпивать водку, нельзя пить вино, потому что они разгорячают, нельзя курить сигарету, потому что они разгорячают. Но с другой стороны, есть люди, которые мёрзнут, есть люди, которые живут в холодном климате, есть люди, которые вследствие своей привычной пищи, питания, употребляют холодные продукты. Тогда им наоборот. Можно, вот, вещества, которые согревают. И мои учителя говорили, что в вашем питерском климате можно пить согревающие напитки, вот, ту же водку, особенно зимой, чтобы она сушила, и можно немножко выкуривать, чтобы подсушивало, чтобы была сухость-то. Для вашего климата это нормально. Сейчас я вспоминаю, вот мы с улыбкой думаем о Петре Первой, который насильственно внедрял водку, но там были и разумные вещи. В нашем климате разумное употребление таких вещей, оно может принести пользу. Только проблема в том, что неразумное использование, которое спиртные напитки могут быстро вызывать, и быстро вызывая зависимость, это очень-очень плохо. И, да, трагедия о пьянстве это не только наша трагедия, это трагедия всего мира, и все страны проходили, такие-то вот этапы проходили. Вот я смотрел работу Авиценна, смотрел, и меня заинтересовали стихи Авиценны про вино. Я подумал, а почему Авиценна, о которой изучал Коран, о которой лечил много известных правоверных людей, которые были в исламе, почему он пишет стихи о вине, и посмотрел, как ислам относился к вино, и почему он начал вводить такой суровый запрет на вино. пишут, что во времена пророка Мухаммеда вот источники, пишут источники, что тоже, вот, да, вот, да, вот, да, а среди, да, на Ближнем Востоке также просветало пьянство. И чтобы окончательно решить этот вопрос, вот, да, и было принято решение запретить в некоторых религиях использование спиртных напитков для того, чтобы защитить население от деградации, от пьянства, от болезней. И такой вот момент как раз, да, я отследил, изучая источники, вот, почему в Коране запрещено использование спиртных напитков. Очень интересно. И Авиценна как раз, который написал стихи про вино, привел меня к этому. Спасибо ему. Да, это табличка по качеству продуктов, по тому, как они относятся к теплым, холодным продуктам. Вот, да, в традиционной китайской медицине, которая очень большое внимание уделяла данной характеристике продуктов. Эта табличка, она есть в интернете, можно посмотреть. Да, самые оптимальные продукты это нейтральные, вот, да, но человек, если употребляет горячие продукты, он должен, чтобы тепло не разогревалось сильно, вот, компенсировать их холодными продуктами и, наоборот, холодные продукты компенсировать больше горячим продуктам, чтобы было равновесие. Если этого равновесие нарушается, то в организме возникают заболевания и проблемы. Понятие холода и тепла это, конечно, не понятие термического холода и тепла, это намного большее понятие. холод это то, что уводит вглубь, холод это то, что сжимает, кристаллизует, холод это то, что уменьшает движение, а холод это то, что приводит к стагнации, тепло, наоборот, это то, что разогревает, это то, что вносит хаос, это то, что вносит непорядок. и в организме должно присутствовать и то, и другое, но только в разумных каких-то пределах. Если человек встречается с какой-то опасностью, то его тело должно мобилизоваться так, чтобы процессы дали ему обменные возможности или напасть, или убежать. и тогда продукты и питание должны использовать те, которые могут дать такую энергию. Если человек идет в храм, он должен находиться в состоянии гармонии, в состоянии покоя, и такую энергию ему могут дать продукты, которые могут это сделать. Именно баланс холодных и теплых продуктов он должен присутствовать. Зимой надо есть больше продукты, которые согревают летом, наоборот. Но не должно доходить до абсурда от того, что встречают немцы и на то, что обращают в Россию диетологи немецкие. Они говорят, что в России зимой люди проводят в перетопленных помещениях большую часть времени, их тело разогреты. И к этому они добавляют еще чай, который разогревает их тело еще больше, к этому добавляют спиртные напитки, которые разогревают. В организме в энергетическом плане возникает хаос, хаос будет приводить к заболеваниям и так далее. Это тоже отдельная тема, горячие, теплые, нейтральные продукты их употребления, их соответствие. Я был на семинаре диетологов немецких, они посвящали два семинара по пять дней только данной теме. Она абсурдная и очень-очень интересная. возраст человека влияет, влияет, да, к сожалению, во многих современных традициях с возрастом люди меньше двигаются, меньше работают, но больше употребляют пищу. Избыток пищи вызывает стагнацию застой, стагнация является причиной заболеваний, огромного количества заболеваний. Мы с этим встречаемся, работая на позвоночнике. Одна из причин частых проблем с позвоночником. Вот цитата Авиценов внизу написана. Некоторым людям приносят вред хорошие, достохвальные, то есть очень хорошая пища. В таком случае, пусть они от нее воздерживаются. То есть, что этим подчеркивают, что есть определенная конституция. Вот конституция к нам пришла от Бога, пришла даже не от наших родителей, потому что в семье, где один папа и мама, мы можем найти трех разных детей с абсолютно разной конституции. Один ребенок, которого надо отдать в спорт, потому что если не отдать в спорт, он будет своей энергией, которая идет в экспансию, наружу, разрушать себя изнутри или создавать конфликты. Другой ребенок философ, поэт, ему в спорт категорически нельзя идти, ему надо идти заниматься музыкой, философией и так далее. Третий ребенок, который относится к элементу огонь, он может созерцать, наблюдать, из него получится отличный проповедник, отличный священник, отличный монах. То есть три разных ребенка с тремя разными конституциями, физической конституцией, двигательной конституцией, поведенческой конституцией, эмоциональной, ментальной. И, конечно, для них троих питания может отличаться и очень значительно отличаться. К сожалению, родители об этом не знают, врачи об этом знают мало, социум на это не обращает внимания, эти дети будут развиваться по одному стандарту и будут причесываться под одну гребенку. Это достаточно непронеправильно и не совсем хорошо для здоровья. время приема пищи. А в традиции традиционной китайской медицины традиционной китайской время соответствует 7-11 часов, это завтрак и обед 13-15 часов. Ужин нежелательно после 19 часов. То есть это параметры, которые мне давали французские китайеведы, но я к ним немножко скептически отношусь, потому что изучая разные традиции, я не всегда вижу такую закономерность. И если крестьяне мне говорят, что надо вставать с восходом солнца и питаться, завтракать с восходом солнца, я вижу в это индо-тибетской традиции, то мне кажется это обоснованно, имеет свое обоснование. Всегда можно сверить и проверить. Когда говорят о 7-11 часов, имеют в виду не время декретное, которое московское или по Нью-Йорку, а именно время солнечное. оно может отличаться от декретного время. Так предположим, а питерское время отличается от московского по солнцу где-то на 40-50 минут. Что значит такое солнечное время? Солнечное время полдень должен соответствовать самой высокой точке стояния солнца. в любом случае то есть а пища то есть завтрак он должен приниматься достаточно рано и не позднее чем 10-11 часов по солнечному времени. и ужин от которого многие традиции рекомендуют отказаться не должно быть поздно. Потому что в 19 часов мы уже переходим на сон и симпатическая система сменяется на парасимпатическую систему. Ночью парасимпатическая система должна выводить шлаки. она не должна загружаться перевариванием пищи. У нее есть большая работа достаточная чтобы вывести все эмоции которые человек не смог вывести сам за день их нейтрализовать и вывести из организма вывести всю дрянь которую мы съели с нашими современными продуктами наполненными гербицидами антибиотиками и стрессом животных и так далее и вечером не переедать хотя во многих сейчас о семьях происходит наоборот люди много работают а вечером стараются эмоционально отдохнуть и много поесть физическая активность влияет и на это больше описано о вицинной когда он говорит что качество пищи или тяжелая пища должна присутствовать у людей которые занимаются физическим трудом это было и в нашей советской медицине это прослеживалось я помню что мне рассказывают мои друзья кто служил в спортивных ротах в армии служил когда у них были большие физические нагрузки им давали дополнительный мясной паёк а мясо это тяжелая пища она длительно переваривается но дает энергию которая может выполнять движения физические движения энергию мышц и для людей физическим трудом она необходима для людей с малым физическим трудом тяжелая пища должна быть меньше в современном обществе наоборот сейчас люди едят много мяса и мало занимаются физическими нагрузками физическим трудом тяжелая пища тогда может вызывать гниение как пишет Авиценна а в кишечнике а гниение будет причиной заболевания в том числе и онкопатологии уже в своих трудах Авиценна указывала на причину онкопатологии это неправильное питание и в некоторых его публикациях я вижу ударение на это то есть насколько тогда уже было много знающая медицина медицина которая знала причины заболеваний современная онкология что причина онкологии ее не интересует абсолютно ее интересует опухоль и любыми способами уничтожить эту опухоль опухоль стала враг да без поиска причин почему она возникает и безумие которое сейчас идет с прививками против онкологии это верх безумия и сумасшествие современной медицины да и в конце вот да вступление некоторые такие стихи Авиценна почитайте стихотворение про вино что он пишет оно меня очень заинтересовало я посмотрел почему христианство вот так относится к вину и смотрю вот то что арабский вот исламист Авиценна тоже уделяет очень такое восторженное к нему отношение и правильное отношение вино полезно вино может быть хорошим другом но только в определенном количестве переход к этому количеству сверх этого количества называется пьянство этот переход может произойти незаметно и в этом конечно опасность таких тонких вещей что он пишет умеренно будь в еде вот заповедь одна вторая заповедь поменьше пей вина поменьше пей пей мудро как Абду Али я правдой истиной клянусь вино укажет верный путь так еще там мы перепрыгнули прошу прощения вино да вина укажет верный путь в страну истин ветроград ну и так далее да эти стихи также вы можете найти в интернете и познакомьтесь очень интересно также Авиценна пишет как правильно питаться в стихах то есть не надо всякой пищей питаться надо знать время и место и порядок не суетиться правильно пережевывать один или два раза в день питаться на горячую пищу утром питайся только если голод ощутило то есть чтобы не было передания и да необходимо поддержание силы и жизни вот психоэмоциональное состояние в компании санитария тогда уже прослеживалось уютное чистое место и последнее стихотворение авиценна посмотрите дурная пища да что он подразумевал под дурной пищей некачественную пищу испорченную пищу вот а то что дурная пища ведет болезни грозит могилой но об этом пишет и традиционная китайская медицина что болезни есть нарушение законов природы и один из законов природы это правильное питание правильное питание и последнее стихотворение авиценны что без пищи нам не жить поэтому такие направления новые как новые а могут и не новые вот они и были солнце еды и тому подобное они вызывают просто улыбку да если в тех традициях где люди посвящали всю жизнь самосовершенствованию да всю жизнь начиная с малых лет и до седины и до смерти занимались изучением своего внутреннего состояния чтобы прожить как можно дольше вот а для чего прожить что можно дольше чтобы исправить всякие кармические вещи чтобы исправить всякие семейные и традиционные конфликты и не нести их дальше в своих поколениях и так далее и всю жизнь они посвящали этому и к пище они относились с большим уважением большим трепетом и вдруг сейчас появляются какие-то солнцееды которые могут питаться праной или солнцем это вызывает большую большую улыбку еще больше такую горечь вызывает то что появляются те кто этому верит и это воспринимает всерьез хорошо спасибо да сейчас я уменьшу и отвечу на вопрос на вопросы если вопрос про молочные продукты для детей откуда брать кальция кальция полным полно вот везде в той самой рыбе в тех самых удобрениях да раньше вот если вы возьмете работу из Алманова я считаю что он гений аллопатической медицины он писал что не так часто бывает недостаток кальция связанной с продуктами вот и он рекомендовал и вводил в аллопатическую медицину то есть лекарственную медицину то же самое чтобы назначали кальция только если в крови его недостаток то а если в крови его недостаток то надо посмотреть сколько его в моче если вот в крови недостаток а в моче избыток то возникает вопрос а почему его выводится много только в этих случаях не хватает кальция и конечно что здесь фармакобизнес ведет свою агитацию и работу и да я не верю что вот в организме в организмах кальция не хватает если если берем вопрос про остеопороз то основная причина недостаток при остеопорозе а кальция в крови а недостаток движений движения раздражают надкостницу и кость начинает усваивать кальция если этого механизма нет то и кальция не усваивается остеопороз людей которые не двигаются после операции или после инсультов или после других заболеваний вот основная проблема и когда эту проблему вот переносит на то что кальция не хватает в продуктах это все чушь да возьмите кровь и посмотрите есть кальция или нет кальция возьмите мочу смотрите выводится много кальция но этого не делают так сейчас я прошу прощения следующие вопросы так так дальше если исключить молоко мы говорим про коровье молоко да и вот да мои французские коллеги огромное количество детей да при аденоидах при вот отитах отваживают от молока и у них проходят аденоиды и отиты и живут и ничего и нет недостатка кальция по опыту да кисломолочные продукты вот там где есть белок молока а также не рекомендуется он также не усваивается да а как соотносить с аюрведой где молоко используется во многих рецептах не могу не могу сказать но если вы были в асрамах аюрведических то вы увидите что там продукты абсолютно другие во-первых молоко дается оно подается с чаем подогревается и охлаждающее действие молока оно нейтрализуется во-вторых молоко не так много в асрамах дается во-вторых а пища там абсолютно другая там трудно перевариваем фасоль горох и так далее и в очень очень маленьких количествах очень маленьких количествах да меня удивило то что во асрамах едят очень мало фруктов фруктов едят хотя они на каждом углу я спрашивал почему они говорят что такая традиция про индотибетскую традицию я мало что знаю и вероятно здесь надо поговорить с теми кто владеет традиционно китайские то есть сами десны и аюрведы они более компетентны я могу просто свои домыслы как-то выдать за действительность вопрос интересный меня тоже интересует если будет информация то мне было бы тоже интересно познакомиться сам я не имею возможности активно искать информацию но если кто-то поделится я буду благодарен американские исследователи в связи с чем американские исследователи я говорил напомните мне я смогу ответить как вы относитесь к вегетарианству вегетарианство великолепно и необходимо вот весной то есть летом осенью оно очень хорошо оно вредно зимой вредно зимой но есть разные конституции то есть предположим есть конституции вегетарианство то вы им сделаете добро но люди у кого предположим и слабость санзяо тройного обогревателя если вы посадите на вегетарианство то у них разовьется заболевание это непременно разовьется кроме этого есть женщины для которых потеря крови во время менструального цикла достаточно значима достаточно значима и если вы их исключаете от приема животного белка то вы можете нанести непоправимый вред непоправимый вред то есть вегетарианство хорошо в определенных случаях и хорошо в определенных странах хорошо в определенных людей у меня была пациентка из Кипра она говорит что мы едим вот мало у нас даже нет местных продуктов практически на Кипре мы по большей части вегетарианцы и это переносится но они приезжают в Санкт-Петербург и начинают болеть я ему говорю добавьте животного белка и вы лучше будете переносить климат и условия для некоторых вегетарианство это спасение их здоровья для других вегетарианство это путь к болезни то есть все условно особенно сыроедение оно страшно для людей которые не приспособлены к сыроедению то есть предположим элемент вода если у человека если его посадить на сыроедение то для него это погибель я так считаю женщина у которой слабость на уровне тройного обогревателя если ее садить на сыроедение для нее это гибель конечно какой-то вначале эффект получит потому что уменьшается количество пищи то есть а чем пользуются вегетарианцы своим таким успехом они уменьшают количество пищи они уменьшают переедание они уменьшают обжорство то о чем пишет авиацин традиционная китайская медицина что нельзя возьмите этих же людей большую часть вегетарианцев которые кричат что они получили огромный эффект от вегетарианства посадите их на те правила которые пишет авиацин на традиционной китайской медицины пускай они едят один-два раза в день и вы увидите что эффект будет аналогичный и плюс не будет вот много о тех нарушений которые возникнут вследствие вегетарианства да то есть это немножко идет спекуляция я думаю что такая некрасивая непорядочная спекуляция вегетарианцев из-за того что вот правила питания выброшены сейчас на помойку и пользуясь тем что они уменьшают переедание они переносят вот это улучшение за счет абсолютно другого фактора на вегетарианство и конечно появились много технологий вот и бизнес технологии которые заинтересованы в этом бизнес такая структура которая она берется за любую за любую идею и найдутся вот много фирм и организаций которые эту идею смогут продвигать доносить до общества извлекать из этого прибыли любую идею берите вы ее сможете объяснить и доказать что она эффективна вот это написано в традиционной китайской медицины это написано у авиацины в тех работах которые я называл конституция тела и питание конституции тела только называется это по-разному в европейской традиции это там или сема радикалов если поведенческая конституция это или флегматик там холерик и так далее это в традиционной китайской это элемент дерева вода металл и так далее в греческой медицине по-другому называется в индо-тибетской там тоже имеет свои названия детское питание является одной из причин простудных заболеваний лор проблемы и очень много нарушений которые идут от детского питания и вот да даже западное детское питание не удерживает критики с позицией традиционными особенно пюре там яблочное тому подобное пюре это плохо Наталья не три это что не три да я потерял да у меня когда высвечивался экран я не видел ваши вопросы потом когда я экраны немножко убрал вопросы стали видны поэтому повторите да вот авиацена говорит что один два раза в день традиционная китайская медицина говорит что завтрак и обед и можно ничтожное количество на ужин ну ничтожное количество на ужин да русская традиция тоже об этом пишет 4-5 раз это современные и насколько они обоснованы я не знаю да они высосаны из пальца высосаны из пальца для меня тоже было когда я стал читать авиацену открытия очень много открытий того что я не знал меня вообще в институте не обучали это вот ну и то же самое было открытие что с 9 10 по 17 век авиацена это было вот в западной медицине не то что кумира а тот фундамент на основе которого строилась западная медицина потом она забыла о своих кумиров и фармакобизнес перевел ее в свои правила и дал свои вот каждый день в мире разрабатывается по 1-2 новых диет или каждый час я не знаю могут даже каждый час потому что их столько много и все они высосаны из пальца и открытого такого глобального я не встречаю кроме сахара что еще сильно влияет на развитие зубов еда спорт неправильная ходьба а прочее зубы относятся у нас к элементу вода к элементу вода сладкий вкус он может подавлять элемент вода вот соли элемент то есть соли небольших количествах подпитывает воду для хороших зубов соль подавляет подавляет продуктов продуктов питания эмоции и так далее спорт хорошо влияет так как убирает застой но профессиональный спорт он истощает организм физической активностью и он плохо влияет на печень плохо влияет а зубы меньше влияет к элементу вода относится вся психика наша а то что человек истощает своими ментальными процессами учебы почки также плохо влияет на зубы ходьба правильная или неправильная ходьба это вопрос тоже спорный недавно прочитал статью про осанку ребенка во время школы и пишет заметка написана фельденкрайзом он конечно гений и очень такой интересный специалист очень много открыл он пишет чего вы с осанкой ребенка в школе начинаете бороться он принимает ту осанку которая ему наиболее энергетически выгодна которая позволяет обмена процессом наиболее правильно протекать вызывает меньше нарушений и она очень показана для ребенка именно та осанка надо бороться не с этой осанкой а то что он много сидит и как сделать так чтобы он сидел более правильно чтобы тело выбирало более правильную позицию поэтому правильно неправильная ходьба вопрос очень не такой и тоже спорный правильно это с позиции чего с позиции природы или с позиции модели которая в голове можно сказать что научная но наука настолько спекулятивной сейчас стала любая модель доказывается и возводится за истину научное мировоззрение это истина но какая-то истина если наука превратилась из поиска причины доказательства какой-то модели она настолько спекулятивная понятие правильное неправильная ходьба я не знаю что такое на самом деле перекус пить или есть что идеально быстро придает силы и насыщает кефир йогурт яйцо плитка черного шоколада те кто изучал меня традиционной китайской медицине говорили что плитка черного шоколада наиболее оптимальна она дает энергию но только не белого шоколада белый шоколад это удар по организму с одной стороны он горький другой горьким вкусом с другой стороны есть молоко которое друг друга действует противовес и вносят деструктивный момент в организм кефир йогурт это вред особенно йогурт сладкий вкус и молоко сладкий вкус активирует селезенку молоко удар пинок по селезенке это страшное что-то такое кефир да вот да можно как лечебные продукты или у людей у которых много жара в организме огня в организме кефир может охлаждать я долго не мог понять почему Залманов в его капилляротерапии вот да сажал на молочную диету людей и только традиционную китайскую медицину и поняв свойства молока я смог понять и да гений нашей российской медицины которые умер во франции и труды которые не до конца перейдя на русский язык уже вот да знал те вещи которые есть и в традиционной китайской медицине и в нашей российской медицине и он их сопоставил и смог разработать свою капилляротерапию поэтому лучший шоколад по поводу яйца вот да интересно обесценность что пишет он вот очень к чистым продуктам относит и яйцо которое дает очень много силы чистых сил дает поэтому может быть и яйцо тоже но это надо опираться на труды авиацена если физическая нагрузка то яйцо хорошо для спортсменов и так далее а по авиацену это один из самых таких чистых продуктов да а также как и отвар цепленка и подобные продукты соль и сахар с позиции традиционной медицины нельзя исключить полностью соль это то что питает почку или швень почек правильный швень почек к которому относится вся нервная ткань относится кости костная ткань относится относится почки относится воля и так далее все для этого необходима соль но только граница если соли много или соли мало и когда если граница перешагивается перешагивается то соль становится вредна то самое касается и сахара когда я был пионером был октябренком мы ездили в лагеря пионерские лагеря и там всегда нас кормили так что нам всегда хотелось есть и мы в столовой брали за пазуху хлеб посыпали его солью и ночью чтобы очень хотелось есть мы начинали кушать и к ночи соль приводила к тому что хлеб становился такой мягкий мокрый становился водянистый то есть в небольших количествах соли размягчает а в больших количествах она что делает она как вяленая рыба она ее сушит два вот действия соли соль нужна в том в том количестве когда она не сушит небольшое количество соли необходимо для организма если ее не будет то организм будет болеть и будет болеть сильно и поэтому соль так ценилась в средние века в древние века и ценилась на весь золото отсутствие соли это причина может быть заболевания но в наше время к сожалению идет избыток соли и она оказывает противоположный эффект то самое касается и сахара сладкий вкус необходим ребенку для того чтобы у него развивалось мафление особенно ребенок если приходится ему много думать ему необходимо сахар он помогает усваивается и так далее даже не сахара а продукты со сладким вкусом но организм не понимает он просит сладкого и появляется сахар конфеты и организм получает их в излишнем количестве и тогда они начинают плохо влиять на организм поэтому мои учителя говорили что ребенку надо обязательно давать сладкий вкус когда он идет в школе чтобы он смог высидеть уроки чтобы он смог думать для этого если давать яблоко оно должно сладкого вкуса если давать какой-то продукт то лучше чтобы он был сладкого вкуса если картофель то сладкого вкуса такие как выращивают в Китае картофель выращивают в Америке и так далее это самый сладкий вкус но это не сахар не сахар А сахар – это чрезмерное количество сладкого вкуса. Да, спортсмены употребляют или каранитин, биодобавку, вирус-сжигатели, приемлемо ли это? Ко мне приходят спортсмены, которые достигают результаты. Это результаты за счет здоровья. Как правило, здоровья. Я мало вижу спортсменов, я имею в виду не любителей, которые тренируются, не означают тренируются. А те, кто серьезно занимается спортом, это все больные люди. Мало среди них здоровых. Утром перед тренировкой, что лучше съесть? Или лучше сначала потренироваться, а потом позавтракать? Да, как раз возьмите этот трактат, что я вам сказал, авиационное, он есть в интернете, и он хорошо описывает, что делать перед физической нагрузкой, в зависимости от того, какой тип. Как лучше принимать баню и кушать или перед баней, или после баней, в зависимости от Конституции и так далее. Его авторитет для меня важен, и он является первоисточником для меня, и лучше с его работой познакомиться. Вы найдете сразу же, это долго времени не займет. Ясность головы, хорошая память, легкость мысли, чем питаться для этого. Вопросы интересные. Вопросы интересные. Я тоже как раз не так давно столкнулся с этим. И вот, да, изучая одного пациента, да, и работая. А как раз вот это со снижением памяти. Вот в плане питания я не могу сказать, надо почитать все-таки источники. Все зависит от того, какая ясность головы вы хотите. Ясность головы, если ясность головы в буддийском храме, когда вы сидите и медитируете, и вы хотите эту ясность головы, значит продукты, которые соответствуют элементу огонь, элементу дерева. Ясность головы в принятии быстрых решений на поле боя, значит продукты элемента дерева, элемента вада. Ясность головы в философском таком плане, значит продукты элемента земля, элемента металла. То есть все зависит от того, что вы хотите. Но кроме этого есть структуры, которые должны энергию ЦИ донести до головы. Это чудесный сосуд ДУМАЙ в первую очередь. И неплохо, чтобы он был свободный. Да, потому что пища может быть хорошая, а чудесный сосуд не может привнести это питание, эту ЦИ в голову. И надо тогда его освобождать. Это есть в даурских практиках, в практике и как у стуопат, и специалист по традиционной китайской медицине. Я знаю, как его освобождать. При условии, что в нем есть пустота. Тогда надо его усиливать. Вот появляется сейчас больше и больше пациентов, связанных с тем, что этот чудесный сосуд, в нем есть проблемы. Одна из таких частых сейчас причин, это холостовая такая травма Лепляж. Но это не перелом или пляж, который пишут травматологи. Человек едет на машине и резкое торможение, и прошел удар холста, который дошел до головы и заблокировал всю эту систему. Заблокировал это. Это не проявится ничем. Может немножко поболеть шея. Но человека через 5-10 лет начнется снижать память, и пойдут какие-то неврологические нарушения на уровне головы. Эта правильная энергия не может подняться в голову и питать головной мозг. То есть так. Да, действительно ли, если хочется шоколада, то не хватает магния, если жирная пища. Вот я говорю, что аппетит и вкус сейчас извращено у современного человека. Если вы посмотрите состав Кока-Кола, вы увидите там неимоверное количество соли, которое скрывается тем, что дают много сахара, много ароматизаторов, современный человек не может, я как считаю, опираться на свои вкусовые качества, вкусовые качества. Да, за счет и продуктов питания, и то, что он прошел воспитание в традициях семьи, социума, информационного бума, всякая дрянь, которая есть на телевизорах, по типу передачи медицинских, которые оплачиваются различными бизнес-компаниями и так далее. Интернет достаточно такой же структур, где очень много шелухи и много грязи информационной. Очень осторожно надо с интернетом обращаться. Про китайских женщин, да, а что именно про китайских женщин, я могу рассказать. У меня не так много с китайскими женщинами было. Иногда приглашал профессоров китайских, они очень такие энергичные, жесткие, и мне трудно с ними общаться, а больше у меня китайских женщин не было. Да, в основном супруга, которая русскоязычная. Хорошо. А тогда я думаю, что на вопросы я ответил. Спасибо то, что нашли время поучаствовать. Тема, я говорю, что достаточно большая, ее не раскрыть никак за один час, а мы даже уже здесь рассмотрю полтора часа. Спокойной ночи, удачного вам завтра дня, и, может быть, встретимся через две недели и сможем ответить на какие-то ваши вопросы. Всего хорошего, до свидания. До свидания.